Возводим остатки в квадрат и суммируем эти квадраты. Получили сумму. Дальше делим сумму на дисперсию. Это и есть ReducedKeySquare. Дальше мы задаем функцию х2RasppH. Выбираем величину х2 в качестве аргумента и число степеней свободы. Это число остатков минус 2, а именно 16954 минус 2. Сигнификанс, к сожалению, меньше 0,05, то есть отклонение статистически значимо. Если мы хотим углубить понимание причин, мы можем посчитать отдельно для каждой пары эмпирических и предсказанных значений и узнать какая переменная хуже всего предсказывается. Или же мы можем в рамках каждого кластера посчитать эти величины и тоже оценить. Здесь мы этого делать не будем, поскольку принцип, я полагаю, понятен. И касательно мер сходств и различий и касательно проверки полученной модели методом ReducedKeySquare на статистическое качество полученной модели. Подытожим. Мы сначала выбрали меру несходства, size difference, из множества разных мер сходства и несходства. Мы выбрали ее, ориентируясь на то, что она часто давала нам ожидаемый и желаемый нами результат, близкий x, y и базовый профиль отдельно. Мы проверили size difference в сочетании с разными методами объединения. И оказалось, что разные методы объединения дают устойчивый результат в ситуации, когда только начинается рост коэффициента, то есть 7 кластеров. Модель оказалась устойчивой, но, к сожалению, она статистически плохо предсказывает эмпирические значения. Поэтому ее надо уточнять. Либо в смысле переменных, либо в смысле кластеров. То есть, возможно, с какими-то из кластеров или с какими-то из переменных работать не стоит. И если их исключить из рассмотрения, то модель будет качественной.